Ярославский водоканал завершил первый этап работ по реконструкции одной из очередей очистных сооружений. Качественная очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод потребовала модернизации оборудования. Что было отремонтировано и как очищают воду, попадающую в Волгу, узнали мои коллеги. 220 тысяч кубометров воды в сутки. Такие объемы обрабатывают очистные сооружения Ярославского водоканала. Сточные воды поступают сюда со всего города и проходят три этапа очистки. У нас три очереди, они как бы независимы каждая, работают автономно каждая очередь. То есть с объемом поступающих стоков у нас появилась возможность одну очередь вывести в такой ремонт. То есть сейчас работает первая, третья очередь, вторая целиком у нас находится на реконструкции. Планируется окончание работ где-то 1 января 2023 года. Большой блок работ уже завершен. Заменены бетонные конструкции приемной камеры, куда поступают загрязненные стоки в самом начале. Вместо стальных трубопроводов установлены пластиковые. Отремонтировано здание очистных решеток. Заменены системы отопления и вентиляции. Все оборудование механической очистки обновлено и модернизировано. В настоящее время управлением Росприроднадзора по Ярославской области на выпуске в реку Волга нам нормируется 62 показателя. Нормативы у нас очень жесткие. Для того, чтобы их достичь, мы проводим плановую, поэтапную, полную реконструкцию очистных сооружений. Третья очередь очистки сейчас самая современная. Ее реконструировали несколько лет назад. Вторая на подходе. На каждой очереди вода очищается в три этапа. Сначала канализационные стоки проходят механическую очистку. Специальные решетки и песколовки фильтруют воду от твердых отходов. На втором этапе воду очищают так называемым активным илом. В этих бурлящих резервуарах специальные бактерии удаляют из точных вод соединения азота и фосфора – наиболее вредных элементов для водоема. А далее вода поступает на завершающий этап очистки – обеззараживания. Вода проходит через установку ультрафиолетового облучения. Погибают болезнетворные бактерии и вирусы. Отсюда полностью очищенная вода попадает в Волгу. Уровень очистки во многом зависит от оборудования. Поэтому проведенная реконструкция позволит повысить качество воды, сбрасываемой в реку. А это благоприятно отразится на экологической обстановке в регионе. В планах водоканала еще две важные задачи – реконструкция этапа биологической очистки второй очереди и установка еще одной системы ультрафиолетового облучения. Проекты уже прошли необходимые экспертизы и ждут своей реализации. Екатерина Сысоева, Михаил Орлов, Новости города.